Добрый день, это итоги недели на канале Сивилнет. Я и мой коллега Аршалусь Магдасян, как всегда, обсуждаем самые главные темы уходящей недели. Добрый день, Аршалусь. Приветствую, Стала. Аршалусь, у нас, как обычно, это бывает, повестка довольно насыщенная. Если условно разделить темы, то это, во-первых, продолжающиеся переговоры в Берлине между делегациями Армении и Азербайджана, продолжается процесс. Далее у нас идет новый виток напряженности между Ереваном и Москвой. И под конец предстоящий визит по неподтвержденным данным, так как нет официальной информации, визит президента Украины Владимира Зеленского. Давай начнем с того, что сегодня происходит в Берлине. Уже второй день идут переговоры. Что интересно, впервые в Берлине произошел некий такой каминг-аут Германии. Очевидно, что после Мюнхенской конференции по безопасности Германия, возможно, посчитала этот опыт довольно удачным и уже выступила в роли такого нормального посредника. Как, по-твоему, идет ли какое-то разделение ролей между Парижем и Берлином в данном процессе? Париж в настоящее время, как вы знаете, занимает более, так скажем, проармянскую позицию в том плане, что достаточно сильно интегрировано или интегрируется в сектор безопасности Армении. Не предоставляя Армении определенные виды вооружения, тренируя, беря на себя, параллельно, правда, на себя обязательства по тренировкам армянской армии. С другой стороны, Берлин, конечно же, сейчас впервые, как вы заметили, занимается медиаторством. Это интересно также в том плане, что я бы сказал, что между Европейским Союзом и Берлином есть определенная рокировка в данном случае. Там до этого всегда после вашингтонских переговоров вторым номером, так скажем, играл Брюссель и лично Шарль Мишель. Сейчас Берлин, можно сказать, в этом плане является вторым Вашингтоном. Почему? Потому что уже вторые сутки там продолжаются переговоры. Это значит, так как по подобию или по подобному тому, что было в Вашингтоне, там тоже по 4 дня, по 5 дней или по 3 дня проходили переговоры. Это значит, стороны работают над текстом соглашения. Это в каком-то плане значит, что можно сказать, по крайней мере, сейчас азербайджанская сторона вернулась на европейские или западные платформы переговоров. Переговоров. Продолжится ли это дальше или нет, не знаю. То есть, на сегодня Берлин это равноудаленный посредник от обеих сторон? Практически да. И мы видим, как, например, это тоже показательно в этом плане, когда состоялся визит делегации, немецкая делегация, делегация Бундестага в Армению, а потом они даже были отсюда ехать в Тбилиси, а потом в Баку. Они достаточно вот именно так абстрагированно отвечали на вопросы, касающиеся Нагорного Карабаха, касающиеся там агрессии азербайджанов против Армении и так далее. То есть, они, во-первых, в этом плане, когда были вопросы, касающиеся того, а нужно ли принимать в отношении азербайджанов санкции. Кстати, заметим, это депутаты, это не представители правительства. Это не представители правительства, но в то же время, несмотря на это, они были очень осторожны в своих замечаниях, в комментариях, и они фактически, можно сказать, говорили о том, что сейчас пока рано обсуждать всякие санкции. Сейчас нужно уделять или сконцентрировать внимание именно на мирном процессе. То есть, мы имеем дело над тем, что Берлин в этом плане становится, по крайней мере, сейчас, когда в Вашингтоне предвыборная обстановка в США, Берлин становится, по крайней мере, я повторюсь, сейчас основной площадкой для переговоров. Ну, пока рано суммировать или обобщать какие-то результаты, переговоры все еще продолжаются. Как, по-твоему, какова сегодня программа минимум для армянской стороны? Это всеми способами предотвратить новую агрессию войну, о которой мы все слышим со всех сторон. Об этом прямо заявляет... Ну, армянская сторона дэмидж контролем занимается уже, можно сказать, после 9 ноября 2020 года, когда уже спустя определенное время стало понятно, что российские гарантии безопасности не железобетонные, в них существуют определенные проблемы, и эти определенные проблемы создают, существование этих определенных проблем создают угрозу безопасности для Армении. Поэтому были приняты соответствующие решения, в том числе по Нагорному Карабаху, по признанию территориальной целостности Азербайджана, что многие критикуют. Мы этим решением можем относиться разным способом, но мотивом для армянских властей, по крайней мере, об этом заявлялось чаще, было то, чтобы всячески избегать каких-либо военных столкновений, лобовых военных столкновений с Азербайджаном. Сейчас то уже, да, конечно же, армянская сторона, понимая, что до сих пор не оправилась от поражения после Второй Карабахской войны, опять-таки продолжает в какой-то степени заниматься вот этим дамидж контролем для того, чтобы как можно минимизировать возможные риски для возобновления боевых действий. Из этого ряда и всякие инициативы по изменению, по принятию новой конституции, где не будет ссылок на декларацию независимости со своими формулировками, которые там существуют и так далее. То есть всякие инициативы в этом плане в первую очередь преследуют цель стабилизации ситуации, а во-вторых, конечно же, если получится, то и разруливание обстановки в целом в виде урегулирования. — Перейдем ко второй теме. Это новый очередной виток напряжения между Ереваном и Москвой. Если условно, то все началось после интервью Николы Пашиняна «Франц-24», в котором он заявил, сделал ряд заявлений касательно участия Армении в ОДКБ, говорил о фактической заморозке участия Армении. Вчера уже буквально в парламенте он сказал, что от де-факто заморозки можно перейти к де-юре процессам. Дальше у нас заявление о том, что необходимо вывезти российских пограничников из аэропорта Зварднот. У нас на повестке дня, возможно, предстоящий визит Владимира Зеленского. Если в общем и целом, в чем проблематичность всех этих заявлений, что они делаются за короткий промежуток времени и в самый острый момент, и по отдельности, если рассматривать, насколько они легитимны. То же требование вывода российских пограничников из аэропорта. Насколько оно легитимно? Я думаю, тут, конечно, тайминг имеет определенную важность. Все-таки те заявления, которые актуальны сейчас, могут быть неактуальными завтра. Те шаги, которые были актуальны вчера, могут быть неактуальными сегодня. Поэтому, да, тайминг очень важен в этом плане. Ввиду того, что армяно-российские отношения и так сильно напряжены, все другие заявления, действия, которые будут усиливать данное, то есть будут восприниматься в Москве как угрозу своим интересам в регионе, они будут усиливать данное напряжение. Это понятно. Другое дело, что в Москве сейчас, по крайней мере, в области безопасности, нечего предложить Армении. Поэтому, те или иные действия армянской стороны, в том числе по диверсификации своих контактов с международными партнерами в области безопасности, они воспринимаются с опаской, они воспринимаются с тревогой, но противопоставить им нечего в этом плане. Что касается вот именно заявлений касательно вывода российских пограничников из территории аэропорта Завартноц, эта тема, как вы знаете, не впервые присутствует внутри армянском дискурсе. Такие обсуждения на бытовом уровне, на уровне политическом иногда даже, на уровне общественном всегда существовали. Российские пограничники в армянском аэропорту в этом плане подвергались и критике со стороны… Да, в связи с некоторыми инцидентами. Да, и некоторыми инцидентами, вообще в связи с тем, что они там, так скажем, присутствуют. То есть многие задавались вопросом, а почему они так? Да, понятно, что они должны быть по договору, если я не ошибаюсь, они должны быть на армяно-иранской границе и на армяно-турецкой границе. И многие задавались вопросы, почему они и в аэропорту. Это так сложилось с 1992 года, и любые действия в этом плане, особенно сейчас, в направлении сокращения российского силового присутствия в Армении, они будут восприниматься в Москве в штыки. Это нужно понимать, это нужно учитывать, когда делаются подобные шаги. Если в этих заявлениях и в шагах, так скажем, заложена та цена, которую Россия может, которую нужно платить, или которая необходимо будет платить, когда Россия предпринял определенные действия, тогда я понимаю, что за этими заявлениями стоит политика, идет политика. Мы имеем с определенной стратегией. Но я боюсь, мы имеем дело здесь больше с некоторым стимулом реакции, понимаете? То есть, случился данный инцидент, если я не ошибаюсь, с российским уклонистом, да? Да, с Ситраковым. Да, случился этот инцидент, достаточно известный в армянской медиасфере. И после этого начались определенные действия. Я боюсь или я не знаю, стоят ли за этими действиями определенная политика, например, по сокращению российского силового присутствия в регионе. Армянские власти говорят, что нет, такой вопрос не стоит. Ну, ты согласен, что если все-таки этот инцидент произошел таким образом, каким он представляется, это все-таки вопиющий случай? Этот инцидент, конечно, свидетельствует о том, что определенные процедуры, я не юрист, но вроде бы определенные процедуры, которые предусмотрены данным соглашением 92-го года, они нарушены. Российская сторона, конечно, заявляет, что ничего не нарушено. Но все-таки это заявляет, если все именно так, как писали СМИ, что к этому человеку, так скажем, который пересекал армянскую границу, у него была слежка, его арестовали, потом передали российской стороне на чужой территории, это, конечно, свидетельство о том, что были определенные процедуральные, вообще законодательные нарушения тех норм и процедур, которые предусмотрены данным соглашением. Но нарушение одно, когда предпринимают соответствующие действия по этому, то есть мы не начали, так скажем, армянской стороны, не начали обсуждение этого вопроса с российской стороной. Армянская сторона предпринимает, хотя бы на вербальном уровне, предпринимает шаги по выводу российских пограничников оттуда. Какие последствия будут, я не знаю, но я буду рад, если эти последствия будут учтены армянской стороной. Теперь перейдем к ОДКБ. Вот вчерашнее заявление Николы Пашиняна, что мы можем прийти к конкретным действиям и уже выйти из этой организации. Как, по-твоему, это заявление сделано для торга или все-таки у Николы Пашиняны есть реальный план по выходу? Я не думаю, что у армянских властей есть реальный план по выходу из ОДКБ. Я думаю, есть определенные сливы в армянской медиасфере, что армянские власти эти вопросы даже обсуждали с американской, и там с западными партнерами, и западные партнеры, так скажем, неодобрительно отозвались к этой инициативе. То есть, они фактически сказали, что не нужно выходить из ОДКБ. Все эти соглашения по безопасности, которые нужно подписать, ну, там, с Францией, Европейским Союзом и так далее, можно будет подписать и без выхода из ОДКБ. И они хорошо понимают, что если они будут требовать выхода из ОДКБ, они должны принять на себя определенные обязательства, хотя бы подобно тем, которые были на бумаге хотя бы с российской стороной. Они к этому не готовы. Они довольно серьезно относятся к своим обязательствам, я так понимаю, и они не готовы принять на себя такую нагрузку в сфере безопасности. И особенно на Южном Кавказе, это с точки зрения Берлина, Стокгольма, я не знаю, еще каких-то, и Вашингтон, это достаточно отдаленная, понимаете, для них это достаточно отдаленный регион. Для США это, например, периферия ее американской политики на Ближнем Востоке. Для Европейского Союза это периферия восточного партнерства и так далее. То есть это нам только кажется, что они, иногда нам кажется так, что они спят и во сне видят, как защищать Армению, или как делать так, чтобы, так скажем, Армения поссорилась с Россией. Нет, там есть свои проблемы, и этим проблемой они занимаются. Можно ли констатировать, что ОДКБ – это козырь правительства Армении, который до этого момента они удачно разыгрывают? Сейчас, да, я думаю, что и ОДКБ, и закрытие российских каналов, и даже участие в каком-то плане Евразийском экономическом союзе и в СНГ, это в каком-то плане сейчас является, ну, больше ОДКБ и российские каналы, это в каком-то плане является сейчас козырной картой, которую армянская сторона пытается разыгрывать для того, чтобы, например, могут возникать вопросы в сфере торговли с Россией, могут быть наложены определенные ограничения, как это было в свое время на верхом Ларсе и так далее, для того, чтобы нивелировать такие моменты и такие вопросы, для того, чтобы достичь определенного успеха или удовлетворения определенных интересов со стороны Армении, эти карты могут разыгрываться. Сейчас это делается, потому что ожиданий в секторе безопасности, в области безопасности от России нет особо. В прошлом это не делалось, потому что ОДКБ воспринималось как щит, как зонтик безопасности, конечно, двусторонние отношения с Россией, зонтик безопасности для Армении. А так как этого зонтика нет сейчас, то участие ОДКБ становится, так как для России важно все-таки участие Армении в этой организации, не только Армении, других стран в том числе. Это становится в этом плане козырной картой для переговоров, в переговорах с Россией. Последняя тема – это предстоящий визит, повторюсь, неподтвержденный визит президента Украины. Больше всего, если так обобщить реакции, вопрошающие взгляды, беспокойство. Как, по-твоему, с чем связана эта реакция? Очень мало было позитивной реакции. У всех больше вопросов. Да, по той простой причине, что Россия сейчас воюет с Украиной. И, конечно же, в Москве будут возникать определенные вопросы. Сколько бы армянские, часть армянского комментариата, там, часть армянской политической элиты не говорила о том, что там Россию уже учитывать нельзя, там с Россией договариваться не нужно и так далее, там подобное нужно делать так, чтобы Россия вышла из этого региона. Не получится. Россия была и пока еще остается в этом регионе как фактор. То есть, визит рассматривается сквозь призму Москвы? Конечно. Визит рассматривается сквозь призму того, что, так скажем, нужно потом опять-таки заниматься демидж-контролем. А Украина в этом плане для России красная линия. Если это региональный визит, как заявляется в СМИ, то это смягчает обстановку, если это не региональный визит, и это будет в России восприниматься в контексте российско-украинской войны. Если это региональный визит, как заявил один из представителей правящей партии, это может возыметь некоторый положительный эффект на армяно-азербайджанский переговорный процесс, например, в вопросе возвращения армянских военнопленных. Ты считаешь это возможно? Ну, в принципе, в политике возможно все. Нужно учитывать, насколько велика авторитет в этом плане Зеленского в Баку, для того, чтобы он занимался вот такими вопросами. С другой стороны, это страна, которая находится в военном войне, в огне войны, так скажем. Сейчас другие страны помогают Украине решать вопросы, связанные с безопасностью, и не только с пленными, в том числе. И то, что в армянском комментариях и в армянских элитах есть некоторое мнение, что Зеленский может, например, способствовать возвращению армянских пленных, это, конечно, хороший момент и хорошее желание, но я не думаю, что это реалистичный сценарий. Спасибо, Ваша Луис. Мы будем продолжать следить за развитием событий. Спасибо, Стала. Напомню, это были итоги недели на канале CivilNet. Продолжение следует...